Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья, сестры, и ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, возлюбленные, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех вас, возлюбленные, сегодня 19 августа и в календаре православном преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа этот праздник, он целую неделю продолжается, и вчера мы проводили собор, онлайн я видел, что многие подключались, и также потом уже, после того, и вечером, и ночью, кто-то смотрел уже, слава Богу, за ваше участие, благодарю Бога за это, и в следующее воскресенье у нас будет продолжение, соборное рассуждение такое, и молитесь, друзья, я обращаюсь сейчас ко всем верующим, разной конфессии, динаминаций, о духовном пробуждении, как в православии, так и, конечно, во всем христианстве, но касательно православия, я живу откровением этим, уже более 16 лет живу этим откровением, что Господь наш, Иисус, Он есть в воскресенье, и жизнь наша, и что верующий в Него, даже если умрет, оживет. И вот живу этой верой воскресшего Господа Иисуса, в Его силу воскресения. Конечно же, так или иначе, в теле Христа, во всем теле Христовом, в Церкви Божьей, должна быть реформация такой, не должна быть деформация, а именно реформация, восстановление, возрождение, спасение, покаяние, исправление, работа над ошибками. Как говорил один из лидеров христианства еще третьего столетия, Киприан Карфагенский, архиепископ города Карфагена и лидер Северной Африки, да, он говорил, церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется. Вот, пусть Бог благоставит вас. И, конечно, в разных ветвях христианства, в разных церквях, конфессиях, организациях, структурах, по-разному это выражается, безусловно, потому что есть своя особенность в каждой веточке, в каждой ветви, как на древе, допустим, да, есть своя особенность. И на древе, таком многоветвистом древе христианства, конечно же, разные ветви есть. Есть живые, есть мертвые, есть, как говорится, еле-еле душа в теле, вот, всякие есть, надломленные, отломленные, всякие. Значит, вновь ожившие. Вот, я верю, что Господь может и отпадших восстанавливать. Если Он может мертвое делать живым, то и умершее, Он воскрешает, отпадшее возвращает, слава Богу. Вот, и что касательно православия, православных ветвей, таких древних, таких старинных ветвей, то, к сожалению, это, на мой взгляд, одна из таких проблематичных ветвей вообще. Одни из таких самых, таких, запущенных ветвей в Господнем древе. Но, я верю в то, что у Бога действительно есть сила воскресения. Вот, и молитесь об этом, друзья, вот, о реформации, православии. Я молюсь и прошу Господа о милости, действительно, для всех православных, чтобы, действительно, мы были христианами, библейской веры, евангельской веры, потому что, независимо от нашей динаминации, конфессии, ветви, у нас, ну, одна вера, Божья вера, одна Христова вера. Пусть Господь благоставит всех вас. Вот, ну, и если будете в воскресенье, в следующее... Это говорение веры. Да. То тогда можете... Я прикосаться не буря, я просто... Можете тогда, тоже приглашаю вас на служение, на собор. Это станция Метруковская, улица Леонида, Первомайского, 6. Так что, до встречи. Пусть Бог благоставит вас во имя Иисуса Христа. Аминь. До трансляции видеоблога.